С вами Николай Пивненко в проекте ДАТА. Сегодня 4 сентября. День специалиста по ядерному обеспечению России. О родившихся в этот день. 1874 год. В этот мир приходит Александр Вишневский, хирург, академик Академии медицинских наук, автор новокаиновой блокады и знаменитой Мази Вишневского. В 1929 году появляется на свет Нина Ургант, народная артистка России. А в 1934 году Эдуард Хиль, эстрадный певец, народный артист России. Кстати, один из немногих советских артистов, который буквально, как сказали бы сегодня, зажигал на сцене. 1954 год. В этот мир приходит Виктор Бычков, советский российский актер театра кино и дубляжа, телеведущий. Широкая известность пришла к Виктору Бычкову благодаря роли егеря Кузьмича в комедийной ленте Александра Рогожкина «Особенности национальной охоты». 1976 год. День рождения Алексея Германа, младшего российского кинорежиссера и сценариста. А в 1981 году появилась на свет Бьонсе, американская исполнительница, танцовщица, музыкальный продюсер, актриса и модный дизайнер. Теперь некоторые события этого дня. 1611 год. Русский патриарх Гермоген распространяет грамоту с проклятием Лжедмитрия и Марии Мнишек. А в 1797 году, в этот день или 18-го флюктидора по революционному календарю, во Франции происходит настоящий государственный переворот. Его организовала группа членов директории и республикански настроенных генералов, среди которых, между прочим, Наполеон Бонапарт. Режим директории будет свергнут в результате следующего государственного переворота – 18-го Брюмера 1799 года, во главе которого Наполеон будет уже единолично. 1837 год. Изобретатель телеграфного аппарата Самуэл Морзе передает первую телеграмму. Демонстрация проходит в Нью-Йоркском университете. Проект наивен и чрезвычайно сложен, однако произвел на приглашенных впечатление. Преуспевающий промышленник Стивен Вейль предложил Морзе 2000 долларов и помещение для опытов, а также помощь своего сына Альфреда. В течение четырех месяцев телеграфный аппарат был усовершенствован и, главное, Морзе разработал свою поистине знаменитую азбуку – простое сочетание точек и тире, которое, кстати, работает иногда даже сегодня. 1882 год. В Нью-Йорке Томас Эдисон включает первое в мире коммерческое электрическое освещение, то бишь за деньги. На открытии электростанции 4 сентября явились губернатор штата, мэр города и прочие важные лица. Пока работал первый генератор, все шло благополучно, но при подключении параллельно к нему второго, по выражению Эдисона, начинается такой цирк, какого не было со времен рождения Адама. Генераторы запрыгали, засвистели и завыли. Начальство бросилось вон и пробежало целых два квартала. Один из генераторов заработал как мотор оттока другого. До наших дней здание первой электростанции, к сожалению, не сохранилось, но в истории есть имена первых 85 платных клиентов. 1938 год. В Красной звезде впервые употребляется знаменитая фраза «Если меня убьют, считайте меня коммунистом». А в 1942 году в газете Западного фронта «Красноармейская правда» начинается публикация Василия Теркина Твардовского. «Нет, ребята, я не гордый, не загадывая вдаль, так скажу. Зачем мне орден? Я согласен на медаль». 1943 год. Впервые после Октябрьской революции иерархии православной церкви приглашены на встречу с советским руководством. Аудиенции у Сталина удостойны митрополиты Киевский, Ленинградский и Московский. Собранные верующими средства Фонд обороны, созданные на них танковые части и госпитали, как видно, стали лучшим аргументом в пользу того, что религия не только опиум для народа. Результат встречи – разрешение на открытие ряда семинарий и проведение выборов патриарха всей Руси. 1975 год. На советском телевидении впервые выходит игра «Что, где, когда». Программа записывалась в баре Останкинского телецентра, а первым телеведущим был Александр Масляков. А Владимир Ворошилов, в последующем бессменной ведущей игры, в первом выпуске был внештатным режиссером. 1987 год. Указан Президиума Верховного Совета СССР за большие заслуги в развитии советского музыкального искусства, художественному руководителю солистки Государственного Республиканского Русского народного ансамбля «Россия» Людмиле Зыкиной присваивается звание Героя социалистического труда. Зыкина – наше все. 1990 год. В «Известиях» публикуется программа, которая разработана группой под руководством академика Шаталина в составе Петракова, Явлинского, Алексашенко, Вавилова, Задорнова, Федорова и Ерыгиной. Программа «500 дней». 1998 год. На британском коммерческом телеканале впервые выходит в эфир викторина «Кто хочет стать миллионером» с бывшим школьным учителем Крисом Таррентом в качестве ведущего. Увлекательная игра быстро завоевывает популярность, которую сохраняет до сих пор. Права на собственные версии «Миллионера» приобретены множеством телекомпаний в более чем 100 странах, в том числе и в России, где программа выходила под разными названиями и на разных каналах. 1999 год. Террористический акт в Буйнакске. Взрыв около жилого дома. Грузовик, в котором находится 2700 килограммов взрывчатого вещества, взрывается рядом с пятиэтажным жилым домом номер 3 на улице Ливаневского, в котором проживают семьи военнослужащих 136-й мотострелковой бригады Министерства обороны. В результате взрыва разрушены два подъезда жилого дома. 64 человека погибли, из них 23 дети. 146 ранены. Ну и последнее. 4 сентября 1998 год. Зарегистрирована корпорация Google. Строго говоря, свою деятельность будущий поисковый гигант начинает двумя годами ранее. Но в 96-м это всего лишь студенческий исследовательский проект по созданию интернет-поиска. Изначально научным проектом занимались два студента Стэнфордского университета – Сергей Брин и Ларри Пейч, которые совместно и разработали алгоритм специальный, который научился вычислять важность каждой страницы в интернете и стал причиной лидерства Google среди практически всех аналогичных поисковых систем. Отмечу, что Сергей Михайлович Брин родился в Москве в семье математиков, которая переехала на постоянное место жительства США в 1979 году, когда ему было уже 6 лет. Любопытно также, что сама компания Google была первоначально зарегистрирована в гараже друга Брина и Пейджа в штате Калифорния. Название тоже имеет свою историю. Парни вдохновились с термином Google, который означает число сотни нулей. Отсюда такое длинное название. Чтобы это имя было легко запомнить и набирать, Пейдж изменил всего лишь несколько букв. Так и рождается google.com. Ну а слова загуглить по гугле постепенно становятся, согласитесь, русскими, повседневными. Как говорится, окей, Google. С вами был Николай Пивненко в проекте «Дата». Субтитры создавал DimaTorzok